Лех, вот твоя особенность это печь. Я уже неоднократно слышал и ты мне показывал много раз и рассказывал про эти печи, свои печи, свои собственные, которые вы с отцом проектировали. Вот расскажи, что же такого особенного в этих печах? Почему вот твоя печь по-белому, она, с твоей точки зрения, как бы, да, лучше, чем все другие? В чем ее преимущество? Русь, слушай, ответить на этот вопрос односложно будет тяжело, по одной простой причине, что история развития печного дела в моей собственной фамилии, она очень большая. К тому, чтобы эта печка появилась и вообще это направление появилось, мой отец, мой дед приложили огромное количество сил и времени. То есть это целый пласт, опять же, труда, который... Так вот, давай попытаюсь в неких тезисах рассказать. Ну, во-первых, вот сейчас та печка, которая здесь трудится, в моей собственной бане, это вот достаточно последнее наше детище. Это печка линейки Казачка Твердыня. Это уникальная печка, потому что, во-первых, у нас есть патенты на собственной разработки, мы никогда ни у кого ничего не копируем и не крадем. То есть наша задача создать уникальный продукт, его разработать. У нас есть целая лаборатория, свой собственный модуль. Сейчас мы работаем, как говорится, с целым очень интересным производителем производственной линии. Поэтому у нас есть возможность придумать, опробировать, сделать полноценную работу. То есть пройти весь эволюционный этап до того момента, когда печка уже будет максимально, так сказать, продуманной. Ведь, как часто бывает, разработчики печей, и я часто это встречаю, потому что я работал очень много, ездил по выставкам, то есть ты видишь разработчиков печей, ты спрашиваешь, а в вашей бане какая печка? Я часто слушаю, например, у меня вообще нет бани. То есть вот этот смешной момент, человек разрабатывает печь для бани, не имея собственной бани. Я спрашиваю, а как можно получить жизненный опыт, не наблюдая за процессом внутри, находясь в самом процессе? То есть это для меня было просто вот откровением. То есть для человека, который вырос среди бани, разных бань, который в бане был регулярно, я вдруг вижу разработчиков печей, которые не имеют собственных бань. И вот у меня остается большой вопрос, оправдали то, что они делают? А возможно это просто некое копирование у друг друга? То есть мы пошли по другому пути. Мы изначально ни у кого, ни у кого, не копировали. Мы с нуля сами сели, понимая процессы того, как должна быть печь разработана, мы решили идти по принципу. Хороший качественный материал, это нержавеющая сталь. Это нержавеющая жаростойкая сталь. Правильная сборка, это правильная производственная линия, соответствующая ГОСТам, ГОСТам, сварочные работы, все остальные. Дальше, естественно, в основе этого лежит чертеж, чертеж, то есть и патент на собственное изделие. Дальше, естественно, это уже продуманная концепция, дизайн. Поэтому можно спорить. Я нисколько не говорю о том, что кому-то нравится круглое, кому-то квадратное. Мы пошли по принципу своих собственных форм и видов. Но вот эти все тезисы создали нам устройство, которое решает какие задачи. Вот я часто слышу много болтовни по поводу того, что вот печи, они такие хорошие, в них там материалы. Опять же, начинается принцип торговли мерседесами. То есть, давайте туда подороже материалы заложим. А я спрашиваю, а функциональность? Функциональность. Ведь что должна отдавать печка? Должна давать, прежде всего, пар. Качественный пар в необходимом количестве. Она должна прогревать, но не перегревать парное помещение. Она должна быть управлять горением, но при этом быть реально очень лояльной к самому посетителю. То есть, и банщик, и пользователи должны легко с ней справляться и безопасно. То есть, вот эти все тезисы мы включили в свое собственное изделие. На следующий момент я могу ответственно сказать, что та печка, которая выпускается нами, это одна из лучших печей именно потому, что мы взяли совокупность всех-всех факторов, чем я сказал выше, и сделали то, что нужно. И вот на следующий момент мы скоро пойдем с тобой париться, и я попытаюсь на практике показать то, о чем сейчас говорю. Субтитры создавал DimaTorzok